Игорь Малиновский Найденно для меня, для вас, надеюсь больше всего для вас. Перед тем, как мы начнем у меня два технических таких информационных сообщения. Первое это если вы пришли сюда с паншетом, с ноутбуком, со смартфоном, то вы можете открыть презентацию для того, чтобы она была для вас более наглядной. Вы можете найти ссылку на презентацию по хэштегу CMPHP. Может быть даже ее уже ретвитнули. И вам будет гораздо приятнее, удобнее просматривать презентацию, возможно возвращаться к каким-то слайдам для того, чтобы детально с ними ознакомиться. Также на слайдах на многих будут ссылки на материалы, по которым можно вполне ознакомиться с темой, которая на них изображена, поэтому welcome. Второе сообщение. Я прошу прощения за свой простуженный голос. Итак, давайте начнем. План наш на сегодня такой, это мы узнаем, что это и зачем, что такое хороший интерфейс, как создать MSN интерфейс, то есть как создать хороший интерфейс. И закрепим наши знания теоретически на практическом примере. Итак, наверняка многие знакомы с популярным ныне понятием User Experience. Если кто-то по каким-то причинам пока с ним не знаком, то я хотел бы вас с ним познакомить, потому что далее о нем будет идти речь. Итак, User Experience. User Experience это качественный показатель того, насколько хороший у вас ваш продукт. То есть, проще говоря, это впечатление пользователя о вашем продукте, который вы производите, о различном программном обеспечении. То есть, это его впечатление. User Experience состоит из большого количества подсистем. Сегодня мы не будем всех рассматривать. Нас сегодня больше всего будет интересовать User Experience дизайн. И далее мы о нем будем разговаривать. Я хотел бы провести маленький соцопрос. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто работают в командах, в компаниях, в которых есть User Experience инженеры. О, классно. Либо кто может быть сам User Experience инженер. Супер. Ну, поскольку большинство все-таки, к сожалению, работает не в таких командах, то, скорее всего, процесс разработки программного обеспечения выглядит примерно вот так вот. То есть, первым пунктом является то, что мы программируем. Мы разрабатываем какие-нибудь инжайны, фреймверки, CMF, CMS. То есть, мы решаем задачу в общем виде, пытаясь решить те проблемы, которые есть у нашего заказчика. После этого мы натягиваем дизайн, то есть, прикручиваем его. Получается нечто похожее на этот автомобиль. Очень часто бывает так, что дизайн приходит после того, как мы начинаем разработку. И в результате этого нам приходится переделывать что-то постоянно. И это иногда очень сильно является очень большой проблемой для нас, потому что иногда приходит обновленный дизайн, к примеру, там, где появляются какие-то новые кнопочки, галочки, переключатели, которые по своей сути изменяют все поведение кода. Нам нужно, нам приходится очень быстро все менять, все переделывать. И это является большой проблемой. Когда люди сталкиваются с подобными проблемами, в их светлых головах появляется идея. А может быть что-то изменить. Но люди, в принципе, они очень сильно боятся чего-то нового. Особенно, когда они не знают, какой пользы, какой профит они от этого получат. О том, чтобы посмотреть, какую пользу мы можем от этого получить, если мы что-то изменим в этой технологии разработки, я обращусь к простому примеру. Это продукт, ну, можно сказать, два продукта. Один, который выходил из другого, следующая версия. Это Microsoft Office 2003 года и следующая его версия, Microsoft Office 2007 года. В чем концептальное отличие этих двух продуктов были? В том, что, в основном отличие это было в том, что в 2007 офисе Microsoft добавила Rebound Bar. Это их разработка, тулбокс, который позволяет более удобно пользователям использовать их продукт. Еще можно сказать, что вспомнить, что Microsoft Office был менее стабильным, там достаточно много было браков, но, тем не менее, это не помешало Microsoft продать в два раза больше лицензий Microsoft 2008 года. И мы видим, что результат, в принципе, впечатляющий. Эти данные опубликованы NPD Group в 2007 году и, в принципе, разница впечатляющая. Поэтому, вероятно, стоит сначала задуматься о том, чтобы изменить технологии производства и сначала делать дизайн интерфейса, а потом уже программировать и получать продукт, который будет, во-первых, иметь более высокое качество, а, во-вторых, он будет ориентирован на пользователя и это приносит достаточно много преимуществ. Еще один маленький соцопрос. Кто из присутствующих работает в компании, в командах, в agile командах, то есть в тех командах, которые используют гибкие методологии разработки ПО? Смелее. Все. Все? Отлично. Существует миф, что User Experience Design, User Centered Design – это такой ужасный паровоз, который требует трех месяцев для того, чтобы что-то там напроектировать, потом они что-то напроектировали нам, и в итоге мы получили кучу каких-то прототипов, которые, в результате которого предоставляется то, что за три месяца, которые они проектировали там что-то, это все уже в плане актуально для бизнеса, уже все поменялось, нам нужен совсем другой код, совсем другие прототипы, и время было потрачено зря. Но на самом деле проблема этого стала ребром достаточно давно, и поэтому уже существуют эффективные методологии, которые позволяют использовать, которые позволяют совмещать agile development и user experience. Примером, который можно привести, это те методики, которые были разработаны Асхатом Уразбаевым. Очень советую посмотреть по этому поводу его доклад UX в Chrome. Там делается это о том, что с помощью нулевой интеграции можно спокойно проектировать начальные этапы, закладывать начальную проектную базу как для agile, как и user experience инженера, и за счет этого вместе бежать и совмещать эти технологии. Ссылка на это выступление там тоже есть, на этом слайде. В принципе, Асхат Уразбаев, он последователь в России Джеффа Паттона, у которого есть сайт agileproductthesign.com, на котором тоже очень много полезных материалов, вы можете ознакомиться. Итак, все это хорошо, но мы не в состоянии поменять технологию разработки ПО, прийдя в понедельник в свой офис и сервис в свою любимую IT. Нам нужно с чего-то начинать, уже хочется, чтобы наши продукты были гораздо лучше уже в понедельник, и поэтому нужно с чего-то начать, и нужно начать с хороших интерфейсов. Итак, давайте, есть у хорошего интерфейса, в целом есть 8 признаков, давайте вместе попробуем их определить. Смелее. Просто так. Просто так. Да, в принципе, ну, мои терминологии немного будут отличаться. Сейчас. То есть, интерфейс должен быть интуитивно приятным, как карандаш, в принципе. То есть, пользователь должен взять его и начать им успешно пользоваться. Дальше, давайте, смелее. Красивый. Супер. Красивый он по-любому должен быть, и поэтому... Ну, красив, в принципе, это простое требование, всем нравятся красивые вещи, и интерфейс в этом не исключение. Еще. Обладать быстродействием. Супер. Интерфейс должен быть быстрым. Всем... То есть, пользователи, во-первых, будут доверять вашему продукту больше, если он будет обладать быстрыми интерфейсами, у него будет повышаться доверие к вашему продукту. Ну, и вообще, в современном мире, в скорое время это деньги, поэтому интерфейс должен быть достаточно быстрым для того, чтобы он был востребован. Еще. Отлично, это отзывчивость, я ее назвал так. То есть, когда что-то происходит в вашем продукте, пользователь как-то взаимодействует с продуктом, какой-нибудь формой, еще чем-либо, то ваш интерфейс должен говорить, что ты удалил элемент, либо ты что-то изменил, вот посмотри, как это произошло, какой был результат, и чем это все закончилось. Еще. Ваш интерфейс тоже говорит о том, что получить пользу. Это обратная связь. Это, в принципе, отзывчивость есть. Давайте еще. Давайте я вам немного помогу. Я открою самые, по мой взгляд, страшные свойства хорошего интерфейса. Это первое. Хороший интерфейс должен быть схожим с популярными аналогами. Что я под этим подразумеваю? Если на рынке есть продукты, которые уже реализовывают функционал, которым вам пристает реализовать, и эти продукты популярны, то не стоит изобретать велосипед, вот, в принципе, знак об этом говорит, о том, что вы ничего не добьетесь, и есть смысл взять интерфейс своих конкурентов, проанализировать их, найти в них слабые места, и в результате получить свой интерфейс, который решал бы эти проблемы. То есть, во-первых, вы убиваете две задачи. Вы экономите свое время, и вторая задача – это то, что пользователи, начав пользоваться вашим продуктом, они посмотрят, о, я уже это все знаю, оно все похоже, отлично, я буду этим пользоваться. И еще одна подсказочка – это то, что пользователь должен прощать ошибки пользователей. Ну, он должен прощать ошибки. В чем это отображается? Ну, в принципе, можно привести простой примерчик. Это в социальной сети VK.com, там, где, если вы вдруг долили свою аудиозапись из списка своих аудиозаписей, то у вас есть возможность восстановить эту запись. То есть, должна быть в интерфейсе присутствовать транзакционность, которая бы позволяла исправлять ошибки, которые по неосторожности пользователь совершил. Еще осталось два неизвестных, неизвестных, таинственных качества, которыми должен обладать хороший интерфейс. Давайте, смелее. Удобно? Давайте, открою второй. Интерфейс должен быть лаконичным. В принципе, в разрезе этого вопроса можно вспомнить правило 5 плюс 2, то есть, которое гласит, что человек может запоминать, одновременно работать от 5 до 7 элементов примерно. И поэтому, разрабатывая интерфейсы, стоит делать оглядку на то, что они не должны быть огромными, они не должны содержать кучу элементов. В принципе, есть ситуации там, где можно пренебрегать этим правилом, но в большинстве случаев стоит его придерживаться. И последняя, не открытая характеристика хорошего интерфейса, это у нас... Что же это такое? Это согласованность. В чем она проявляется? Не секрет, что, когда вы разрабатываете продукт, то, вероятно, у вас есть похожие интерфейсы, похожие формы, и есть смысл использовать паттерны. То есть, это какие-то шаблоны, расположение, допустим, контролов, различных кнопок, которые не стоит изменять от интерфейса к интерфейсу. Если кнопка сохранить, например, у вас на одной форме справа, то придерживайтесь этого паттерна, и пользователям будет проще использовать ваши интерфейсы, когда вы, допустим, будете добавлять новый функционал, к которому они еще не знакомы, и будет проще понять, как им пользоваться, как с ним взаимодействовать, и они будут получать от этого удовольствия. Итак, как же создать хороший интерфейс? Первое, что нужно делать, это создавать быстрые прототипы. И второе, это тестировать полученные результаты. Что же такое быстрые прототипы? В принципе, с методом понятия прототипирования, думаю, знакомы все. Что подразумевается под быстрым, это то, которое вы можете делать с максимальной скоростью. То есть, это может быть либо какие-то бумажные наброски, скетчи, либо, если вы очень классно умеете пользоваться различными графическими пакетами, то это может быть Photoshop, Illustrator и так далее. Далее, вы должны тестировать полученные результаты. Если представить этот процесс разработки хороших интерфейсов с помощью алгоритма, то мы получим нечто, похожее на вот это вот. То есть, мы должны улучшать до тех пор, пока тестирование не скажет вам, что все хорошо. В принципе, может показаться, что этот алгоритм хороший, но в нем есть существенный недостаток, который может нас зациклить и который не позволит нам достичь какого-либо результата. В чем же ошибка? Ошибка заключается в том, что не нужно делать хорошо. Нужно находить конкретные проблемы и конкретно их устранять. То есть, вы тестируете, смотрите, что проблемы, которые вы выявили, устранены, и в этом случае двигайтесь к новым интерфейсам, улучшайте что-то другое в системе. Простая методология тестирования интерфейсов это 8 вопросов, автором которых является Влад Головач, который публиковал в одной из своих книг «Искусство мыслов на…». В принципе, 8 вопросов, они очень простые. Сначала нужно задавать себе первые 3 вопроса. Это можно ли ускорить взаимодействие пользователя с этим интерфейсом? Где в этом интерфейсе места, которые могут продуцировать человеческие ошибки? Можно ли изменить эти фрагменты? И третий вопрос, что в этом интерфейсе не способствует обучению? Что может… Есть ли в этом перечне то, что сам интерфейс не сообщает пользователю? Если, когда вы протестировали интерфейс с этими тремя вопросами и по ним все хорошо, то есть вы не выявили никаких недостаткового, то вы можете продолжать продвигаться дальше и задавать следующие 4 вопроса. В принципе, я не буду на них останавливаться особо. Вы потом сможете с ними ознакомиться в презентации. Не буду вас управлять. Итак, для того, чтобы посмотреть, как это все работает, как этим пользоваться, и то, что это, в принципе, реализабельно. Разберем примерчик. В качестве примера я взял сайт, про который, думаю, большинство из вас было. Это сайт этой конференции, сайт сингтхэп.кл.ua. Собственно, первый слайд. В чем вообще заключается маленькая такая хитрость при анализе и улучшении интерфейсов? То, что не пытайтесь разобрать весь интерфейс сразу. Вот вы взяли всю страницу и все. Вот. Давайте искать, в чем тут проблемы. Вы потратите много времени, и эффект будет нулевой, скорее всего. Разбейте вашу страницу на какие-то ключевые моменты. Ну, банально это взять и разбить на шапка, тело, там, футеры, как-нибудь там, или меню, и анализировать, исходя из этих фрагментов. Итак, задаемся вопросы. Первый вопрос это о том, можно ли ускорить этот интерфейс. Итак, в принципе, задавая этот вопрос, мы сразу находим недостаток этого интерфейса, который заключается в том, что пользователь, попадая на сайт, по главному страницу, он не может ответить на два потенциально важных вопроса, которые могут у него возникнуть. Где я? То есть, что это за сайт вообще? Может быть, это китайский веб-фреймёрк? И второй вопрос, в каком разделе сайта я нахожусь? То есть, в принципе, мы видим, что навигация по сайту, главное, отсутствует. Это недостаток. Далее. Задавая также вопросы, вопрос четыре, то есть, я вас с ним не познакомил, но это вопрос, который заключается в том, что отрабатывает ли этот интерфейс все мотивы пользователя, то есть, совместим ли он с ними. И задаваясь этот вопрос, мы можем увидеть, что у этого интерфейса есть два недостатка. Первое, это нескольство к тому, что авторизоваться пользователям социальной сети VK.com, которая достаточно популярна, мы не можем. В принципе, если абстрагироваться от этого примера и брать приложение какого-нибудь другого сегмента, допустим, это e-commerce, то аналогичная ситуация, когда вы игнорируете какие-нибудь методы оплаты, которые популярны в регионе, в котором находятся ваши пользователи. То есть, это могут быть онлайн-пэйменты различные и тому подобное. Следующая проблема, которую мы находим тоже с помощью этого вопроса, это та проблема, что пользователям ребята, которые не знают исключительно какие-нибудь другие языки программирования, это может быть JS, Ruby, Python, другие. Они могут сразу указаться от этого сайта за счет того, что они видят PHP, скажут фу и закроют страницу. Далее продолжим разбирать хедер. Посмотрим. Мы видим то, что дизайн не адаптирован под мобильные устройства. То есть, на мобильных устройствах, на большинстве из них, сайт будет выглядеть примерно вот так вот. То есть, следуй за нами, оно слегка искорежится, получится довольно забавное такое словосочетание, которое вы можете ознакомиться, тоже поэкспериментировать. В принципе, тема адаптивного дизайна это отдельно обрешает тема, это довольно интересная и она, кстати, есть в списке тем на голосовании, голосуют из-за нее, есть докладчик, который вам все расскажет, будет интересно. Итак, также продолжаем разбирать морской хедер, там есть такая кнопочка «Просмотреть будущие темы докладов». это вот проблема, которая, в принципе, характерна вообще для 99% интерфейсов, которые не оптимизировались проектировщиками интерфейсов, то есть там, где не обвелась никакая работа. В чем проблема? Проблема в том, что мы неправильно называем кнопки, мы неправильно делаем подписи, которые, в принципе, они неправильны, в чем они неправильно заключаются? В том, что вот, вы видите здесь текст, «Просмотреть будущие темы докладов». Наша цель вообще как, допустим, владельцев сайтов и еще кого-то, разработчиков, в том, чтобы пользователи не просто просмотрели и ушли, а в том, чтобы они, допустим, купили, скачали, еще что-то сделали, какие-то, выполнили какие-то действия. Поэтому мы должны соответствующе называть все эти элементы, и вот в данном случае это было бы примерно вот так вот. Выбрать тему докладов на СИНК-ПХП-4. То есть, вот этот недостаток, он, в принципе, в целом, но его можно найти с помощью седьмого вопроса, который вы также можете найти в списке вопросов в презентации. Итак, ну вот, в принципе, я уже все по этому поводу сказал. Еще такой маленький базовый совет в том, что все кнопки, которые вы называете, старайтесь называть их глаголами в инфинитиве. То есть, это сохранить, обновить, продолжить. Еще маленький совет заключается в том, что контекстуальные глаголы, вот, как пример, продолжить, не используйте, вот, допустим, у вас есть в корзине кнопка продолжить, да? Пользователь думает, ну и что я буду продолжать? То есть, не совсем понятно, что вы имели в виду, поэтому с контекстуальными глаголами старайтесь использовать существительные для уточнения того, что произойдет дальше. То есть, не продолжить, а продолжить покупки, там, продолжить еще что-либо. вот так выглядит мой вариант улучшения хедера. Вы можете заметить, что я добавил подпись в конференцию для разработчиков, теперь стало понятно, что это. Добавилась авторизация в ВК.com, появилась главная навигация, кнопочка мигрировала в нее, мы ее выделили, потому что это первичное действие, которое вас интересует, и выделили ту страницу, на которой находится сам пользователь. Кто-то, кто бюджет снова выделил? Это, в принципе, проблема нейминга, поэтому я ее не буду сейчас рассматривать. Далее разберем контент, то есть анонс самого ивента. В чем его проблемы? Первая проблема, задаемся первый вопрос, можно ли его ускорить в интерфейс? Можно. Мы смотрим, в принципе, здесь видно, что здесь нет никаких выделений, но есть, в принципе, исследование, которое нам говорит о том, что люди не читают текст. То есть, если вы пишете какое-то полотно, и думаете, что вы кто-то будете читать, я вас огорчу, его никто не будет читать. Может быть, какой-то 5% пользователей, например, которые столкнутся 5 раз с этой проблемой, поскольку после этого они начнут что-то пытаться разобраться в этом тексте. Поэтому есть эмоции выделять ключевые моменты, которые важны, то есть, чтобы пользователь имел возможность, просто просмотрев контент этот, увидеть все ключевую информацию, которая ему нужна, и потом уже решить для себя, нужно ли ему ознакомиться с текстом или нет. Далее. Задаем себе второй вопрос, есть ли здесь места, которые продуцируют ошибки человеческие. И, в принципе, места такие тут есть. Вот, вы можете видеть, что дата ивента, она не выделена от 18 августа, и есть еще одна дата, которая выделена 08.00, 08.00, 12.00. И у пользователя возникает такой вопрос, все-таки, какая дата, правильно? И, потому что выделена та дата, то, скорее всего, будут люди ошибаться и думать, что ивент будет 08.00, то есть он уже прошел. Далее, продолжим, посмотрим. Задавая себе вопрос, мы доходим до седьмого вопроса, и видим, что пользователь не может узнать быстро, что будет, где будет и сколько. Сколько это будет стоить. В принципе, нужно опять читать текст, то есть проблема существует. Вот мой вариант улучшения, что мы здесь сделали. Мы выделили дату ивенту. Сразу видно, когда это все будет. В принципе, мне было скучно просто вставлять дату, поэтому я туда влепил такой элемент типа недели, там, где видно позицию этого дня в неделю. Еще можно, в принципе, туда накрутить всяких JS-плюшечек и при наведении, допустим, показывать календарь со смеченной текущей датой и датой ивентом. В принципе, наверное, многие из вас сталкиваются с проблемой, когда они видят даты, они сразу влезут в календарь, потому что многие из нас не знают, какое сегодня число. И когда им вообще будет этот ивент, непонятно. Это устраняет проблему. Далее, там, в принципе, выделены тоже остальные ключевые моменты. Это время, город, который тоже не был указан. Может быть, не всем пользователям понятно, где это вообще все происходит. То есть, ну, можете видеть, там все вот такие ключевые моменты выделены. Добавлены две кнопочки. Буду участвовать и программа конференции. В чем их назначение? Там, в принципе, была ссылочка регистрации подробнее, которые ввели на одну и ту же страницу. И позже я покажу, что это немного вызывало такой вот конфьюзпу пользователя. Поэтому есть смысл разбить эти две страницы на отдельные. Не нужно лепить все в одну. Далее, можете видеть, что, в принципе, структурирование информации за счет того, что мы добавили изображение. То есть, я могу посмотреть, есть ли здесь знакомые мне лица. И еще одно такое добавление, то есть, что пользователь может быстро посмотреть, что здесь будет. То есть, что я услышал на этой конференции. И может быстро определить, пойду я туда или нет. То есть, интересно мне то, что там будут рассказывать. Или мне это неинтересно. Далее, это контент, в принципе. Хотелось бы отметить, что пользователи доверяют пользователю. Даже вот те, кто знаком с маркетингом, они наверняка знают конвейерный эффект. По-моему, так называется. Я могу ошибаться. В том, что если пользователь видит, что возле одного магазина нет очереди, возле второго есть очередь, он подумает и пойдет туда, где есть очередь. Потому что, наверное, что там интересное есть, почему там все стоят. Соответственно, поэтому есть смысл показывать, что ваш сайт, ваш какой-то стайтап, в этом случае это конференция, она интересна людям. Люди на нее ходят, собирают много людей. И заинтересовать пользователей для того, чтобы они больше вам доверяли, можно размещать какие-то там изображения. И вообще, в принципе, делались исследования, которые говорят нам о том, что на продающих страницах размещение лиц, оно увеличивает продажи реальную. В принципе, с этой темой можно познакомиться. я здесь добавил линк на материал, там, где это все подробно описано. Ну, также, в принципе, добавил три ленту. Ну, это просто для того, чтобы показать, что нужно социально на странице, чтобы было видно, что ваш сайт, ваш стартап, ваш продукт интересен кому-то другому. И это будет привлекать пользователей. Ну, вот так, в принципе, выглядит в целом совмещенные три прототипа. Я хочу еще также видеть, что это не готовый дизайн, это просто структурный прототип, цель которого просто показать, как примерно должны выглядеть элементы, где они должны находиться. и, ну, просто для того, чтобы решить какие-то проблемы и на базе которых можно потом дальше работать. Ну, так вот оно и выглядит. Дальше двигаемся. Дальше мы залезли на страницу самого ивента. Как я уже говорил, этот интерфейс можно ускорить за счет того, что мы разобьем программу ивента и регистрацию, форму регистрации. Это частая проблема, когда мы лепим кучу всего на одну страницу и это как бы перегружает в страницу и с этим неудобно в итоге работать. То есть за счет этого мы можем ускорить интерфейс, если мы сделаем декомпозицию на этой странице на странице программы и регистрация. Далее двигаемся также по вопросам и находим тот момент, что этот интерфейс отвечает на следующие вопросы пользователей. Первый – это когда начнется, когда закончится, какая продолжительность доклада, будут ли какие-то перерывы, кофе-брейк и когда все это закончится. Интерфейс на это вопрос не отвечает, это в принципе проблема. Ну и маленькое замечание – это то, что у некоторых элементов отсутствует правильный. Далее, форма регистрации. Я особо слишком не лез, потому что там наложены у них технические ограничения, потому что она реализована через Google формы. Наверное, это связано с тем, что сейчас есть закон, которого все боятся, пропоза данных. Ну поэтому я не стал слишком разбуливаться. В принципе, можно здесь много чего подобавлять, например, регистрация через социальные сети, еще что-либо. Но основная проблема, которая здесь существует, это то, что эта форма не позволяет указать количество участников. То есть, вот, если я иду, вы пришли с друзьями, то, вероятно, друзья ваши просто не захотят регистрироваться. И именно поэтому есть смысл добавить какой-нибудь выпадающий список, там, где можно будет выбирать, сколько человек со мной пойдет, для того, чтобы эта форма выполняла основную задачу, которая перед ней стоит, определить количество людей, которые придут на эту конференцию. Вот, в принципе, мой вариант улучшения, что я тут сделал. Ну, в принципе, вот эта страница программы конференции. Мы, ну, я сделал такое подобие хроники, которая сейчас, в принципе, популярна. То есть, мы показываем такими чекпоинтами ивентами, структуру ивента. То есть, первый доклад, coffee break, когда все начинается, когда все заканчивается. пользователям в такой форме, в принципе, проще ориентироваться, что будет, как будет, где будет и куда это все закончится. Далее, может быть, кто-то заметил, там в навигации не было, ну, изначально нету страницы, там, где человек мог бы ознакомиться с информацией о том, как стать докладчиком. В принципе, это проблема, потому что, наверное, такая задача на сайт возложена и именно поэтому стоит ее в такую страницу добавить. Я добавил на гиблигацию, вот она еще добавлена, прототип ее здесь. Две кнопки «Добавить свою систему доклада», где человек сможет добавить свою тему, либо выбрать интересную тему сообщества из списка тем, которые предложило сообщество, но для которых нету докладчика. Также вот здесь добавлен элемент, справа докладчик из PHP. В принципе, проводя такую линию, если говорить о сайтах в общем, то если у вас в стартапе, в сайте, в продукте есть какая-то должна быть социальная активность, какой-то контент должен быть пользователем, то поощряйте эти пользователи для того, чтобы они видели, что ими интересуются, их показывают, в каком-нибудь информере, еще как-то. Для того, чтобы популяризировать добавление контента, активное участие в жизни вашего проекта. Ну вот, на примере этого проекта можно добавить информер, где будут показаны в себе классики, которые были на предыдущих авентах и на всех авентах, которые уже проходили. Далее, далее, далее. Смотрим у нас список тем. Кто видел эту страницу сходу буду доходить да вообще. Круто. Так, насколько вы помните, там, в принципе, все достаточно просто. Сразу просматривать этот интерфейс, задавать себе вопросы, мы сразу можем, в принципе, найти недостаток, где мы неправильно используем паттерны. Вот вы видите, у нас есть вкладочка случайный, последний, популярный и вкладочка добавит свое предложение. Она реализована вкладочкой, но когда мы на него нажимаем, далее это я покажу, мы разберем вместе, появляется всплывающее окно, это смущает пользователя, то есть он может непонятно, что происходит. То есть, если вы используете какой-то паттерн вкладку, допустим, закладку, то пользователь ожидает, что он нажимает на закладочку и мы подгружаем в контент какую-нибудь информацию. Если вы будете неправильно использовать паттерны, то это может ввести к тому, что у вашего проекта, вашего сайта будут расти показатели отказа, и пользователи просто не захотят им пользоваться, потому что они не будут понимать, как это все работает. Смотрим дальше, и также мы можем ускорить этот интерфейс за счет того, что мы перенесем кнопочки голосования в правую сторону. На чем это основано? Как бы ни для кого не секрет, вы все держите мышку в правой руке. Правильно? То есть исследования, которые это подтверждают, в том, что в основном курсор находится в правой части экрана большая часть времени. Вы можете просмотреть даже в том же твиттере, все сервисы этого придерживаются, стараются. поэтому для того, чтобы пользователям было удобнее куда-то какие-нибудь действия, куда-то приходить, что-то оформлять, скачивать и так далее, и так далее, старайтесь размещать свои контролы, свои кнопочки и так далее, и так далее, с правой стороны, для того, чтобы это было более удобно, более быстро. и так же задавая третий вопрос о том, что чего не сообщает этот интерфейс, мы видим, что там есть какой-нибудь флажочек, кто вообще понял, для чего он, кто его видел, кто задумывался? Отлично. Ты его ел. Ну, неудивительно, там, в принципе, нет никаких подсказок, что это такое вообще, это элемент дизайна или еще что-то. Ну, вообще, это индикатор того, если я правильно понял, есть ли у этой темы докладчик. Ну, то есть, было бы круто добавить какой-нибудь всплывающий подсказ на том, что это такое и за что он вообще отвечает. Далее, такая проблема тоже существует, тоже часто встречается в интерфейсах. Вот, мы зашли, мы хотим проголосовать. До голосования видим такое вот в интерфейсе. Мы проголосовали, нажали на кнопочку, ну, что изменилось? Кто найдет отличие? Ничего не изменилось, все правильно. То есть, мы не можем определить, проголосовал ли я за эту тему или нет, и можно ли за нее проголосовать еще раз. И это сразу проблема, которую мы находим и по первому вопросу, и по второму, и по третьему. То есть, это отзывчивость нашего дизайна, которая нельзя пренебрегать. И старайтесь делать свой интерфейс так, чтобы было видно, что пользователь уже сделал, что он может сделать, что он не может сделать. и то есть, делается вглядка на это. Теперь, я хочу, чтобы мы проснулись наконец-то, и мы поработали вместе еще раз. Давайте протестируем вместе этот интерфейс, позадаем себе вопросики, и найдем, в чем же недостатки этого интерфейса. Так, у нас есть вот эта злополучная вкладочка, которая нужно сделать кнопочкой, добавить свое предложение, мы на нее нажимаем, и получаем вот такой вот интерфейс. Давайте, есть ли какие-нибудь идеи, в чем недостатки этого интерфейса? Неплохое предложение, еще идеи. Еще раз. Я не знаю, когда даром после входа темы. Чем? Короче, энтером надо заканчивать там. Просто сначала добавить предложение, а потом авторизовать. Вот, в принципе, неплохой вариант. Да, действительно, есть проблема в том, что когда пользователь нажимает и получает такое сообщение, он не знает, что ему делать. В принципе, если это какой-нибудь будет коммерческий проект, какой-нибудь e-commerce, то, если ты отказывал, такой интерфейс будет высокий, потому что это же мне нужно нажать на крестик, потом куда-то полезть, посмотреть, где же там авторизация действительно, и мне, скорее всего, этого не заходится делать, а просто уйдем. В принципе, простое решение, самое простое, это тупо влепиться на кнопки на авторизацию, ну, или на форму авторизации. Ну, как-то это неспортивно, поэтому я предложил еще другой вариант. Кстати, хороший вариант был по поводу того, что сразу давать пользователям добавлять контент. Особенно это актуально, если у вас e-commerce и это какое-нибудь оформление заказа. То есть сразу, то есть не нужно где-то никаких криград пользоваться, пускай лучше добавят, это как-то сохранится в незавершенных заказах, и потом ваш клиент сможет, допустим, разговаривать этих людей и предлагать им свои услуги. для того, чтобы модифицировать вас на сайте. Конкретно в этом случае? Конкретно в этом случае. Она нужна для того, чтобы я видел, кто вообще добавил эту тему. тема добавляет на сайте. Какая разница в твоем случае? В вам все равно я напишу, что это я с вами не буду видеть. Ну, просто как бы авторизм, персонализация для того, чтобы потом, допустим, пользователи могли прокомментировать вашу тему, и они видели, кто это писал, и для того, чтобы также предотвращать спам, и нельзя было захлудить вашу форму, ваш сайт, ваш продукт. Вы же при регистрации предлагали, чтобы несколько человек с собой брать. Если один из тех, кто вы... Дело в том, что вот, я говорил, что, в принципе, я не лез в регистрацию, там регистрация была на event, это не регистрация на сайт. Вот, в этом там была такая небольшая проблема, но я сказал, что там технические ограничения есть, которые не позволяют этого вопросу сделать, а здесь авторизация уже на самом сервисе. Мое предложение в том, чтобы при нажатии на эту кнопку мы показывали пользователю, где у вас авторизация. То есть, если он зашел и не увидел, где авторизоваться, то, соответственно, он не будет знать, где авторизация вообще. То есть, покажите вашему пользователю, что авторизация сверху, просто кролите страницу, выделите блок авторизации, напишите, пожалуйста, авторизуйся. И пользователь уже, когда придет второй раз на ваш сайт, если вам повезет, или он придет на ваш сайт, то он уже будет знать, где авторизация, то есть, все будет проходить для него быстрее и понятнее, и он научится, что авторизация сверху, я нажму, я авторизуюсь, и все будет классно. На этом все. Есть какие-нибудь вопросы? Как вы исследуете свою аудиторию перед созданием интерфейса? Да, отличный вопрос. Сейчас, в принципе, находимся в таком переходном периоде, где пытаемся это делать, не всегда получается. Чаще всего руководствуются здравым смыслом, прежде всего, и той информацией, которая получается из каких-нибудь общедоступных исследований получить. В принципе, не секрет, что достаточно много есть исследований, которые могут отображать хотя бы частично тех людей, для кого-то мы это все делаем. Да, в идеале нужно, соответственно, опрашивать людей, но это очень большая проблема для аутсорсинговых компаний, в частности, в том, что командировать ее юзер-экспириенс инженером... Ну, хотя бы аналитик, если запущенный проект хотя бы... Да, если проект запущенный, то как бы можно использовать аналитику для того, чтобы анализировать, кто пользуется вашим продуктом. Но там, в принципе, тоже есть отдельная большая проблема в том, что вы не можете однозначно на базе статистики какой-то построить роли, то есть реально те роли, которые будут пользоваться вашим софтом. Если это enterprise софт, то понятно, да, у вас там все разбито на роли, там этот бухгалтер, этот еще кто-то, и, в принципе, вы можете там как-то приблизительно хотя бы понять, какие роли кто будет пользоваться. Это отдельная большая проблема, в принципе, рекомендую по этому поводу, был доклад на юзер-экспириенс в Russia 2019 года, там, в принципе, частично рассмотрели эту проблему. Да, и средства прототипирования какие вы используете? Какие-то специализированные? Я люблю бумагу, честно, вот, я люблю бумагу, и потом, да, понятное дело, что бумажные варианты, их некрасиво показывает заказчику, там, и... Он смотрит, боже, что это такое, то, что так и будет выглядеть, но на самом деле, ну, то есть, в основном, используя бумагу для быстро прототипирования, потом это все с помощью фотошопа, каких-то заготовок, шаблончиков, как-то примеры... Аукшуры, бальзамик такой не используете, да? Нет. Ну, то есть, все, это проблема вашего вкуса. Если вам чем-то удобно пользоваться, есть куча сервисов, которые позволяют делать различные скетчи, и если вам удобно им пользоваться, то welcome. Еще один вопрос? Есть ли какие-то способы все-таки заставить пользоваться и прочитать текст? Вы никак не заставите пользоваться и прочитать текст, если у него не будет в этом необходимости. То есть, ваша цель – это показать какую-нибудь главную информацию, выделенную элементами, то есть, вот это, вот это, вот это, то есть, заинтересовать. Как правильно выделить, какие элементы оставить, какие-то паттерны использовать, чтобы... Вообще, для этого, как бы, цель, ну, user experience, вообще, user-centred design, целью этого есть тестирование. То есть, вы что-то сделали, вот, вы не знаете, что вы делаете, правильно? Вы делаете какой-то набросок, вы делаете первый вариант и тестируете как... Ну, то есть, это в лучшем случае, если уже запущенный проект, уже есть, на ком тестировать, если нет, то можно, как бы, с коллегами, так, в принципе, результаты совсем не те. Лучше, конечно, тестировать на реальных продуктах, которые уже запущены. И, то есть, с помощью Google-аналитики вы, ну, частично, но можете определить эффективность выделенных элементов. То есть, вы пробуете один вариант, когда, допустим, две недели тестируете, потом пробуете другой вариант, тестируете, смотрите соотношение показателей ключевых для вашего проекта, и за счет этого вы выбираете лучший вариант. А можно еще добавить? Ну, то есть, в принципе, можно использовать еще, так называемый, удобство читаемости текста, то есть, использовать заголовки, разбивать текст, ну, и шрифты наиболее читаемые и крупные использовать. У нас типографика. То есть, если у вас какой-то очень... Ну, в принципе, это основная проблема, каких-то рукописных шрифтов, которые, там, вот, закрылечки какими-то сделаны, старайтесь не использовать такие шрифты для того, чтобы написать важный текст, какой-то важный заголовок или еще что-то. Да, это красиво, но, есть вероятность того, что 50% пользователей не поймут, что вообще вы написали там, и откажутся от вашего интерфейса. А зачем нужно заставлять пользователя читать текст? Ну, мало ли. Не, ну, просто мало ли. Какая-то информация, которую очень хочется донести. Вот, я помню в каких-то... Не помню, что это было, или сайт, или продукт, или игра какая-то. Там вот, ну, сродни, как обычно, там, это Еула, никто ее не считает, а вместо галочки вопрос, на который надо ответить, там, ну, там, два-три слова, которые, ну, в тексте встречаются. То есть, так просто не ответить, если не прочитать. Это жестоко. Да, это жестоко, но там, типа, оно чем-то нужно было, зачем-то нужно было. Я сейчас просто не вспомню, зачем. Ну, честно говоря, так, бизнес-задача, в которой есть, вот, обязательно надо прочитать текст, в голову ничего не лезет. Ну, как вариант, но в принципе, если нет острой необходимости, лучше так не делать. Не увеличивайте себе показатель отказа на сайт. Такая система, как ты говоришь, применялась для форматирования дисков, вычисления бета. Да, да, да. Это был HDD, блин, название, к сожалению, не помню. И там нужно было вбить серийник. И там по тексту, после каждого абзаца был какой-то серийник. Ну, все пытаешься, ну, после первого абзаца ты пытаешься копировать, он не работает. Он там говорит, читай дальше. И вот так, пока ты не ознакомишься полностью с мануалом, ты, к сожалению, не сможешь понять. Ну, не сможешь даже запустить программу. Ну, хорошо, не война и мир, да. Ну, вообще, вы знаете, что пользователи СМГ отличаются молниеносной скоростью прочтения с рефицией. Поэтому, как бы, тоже старайтесь это учить, товарищи. Вопрос, я вопрос. А можно еще раз твитывать ссылку на презентацию? Да, хорошо, просто. Ссылка будет всегда. Я думаю, будет наиболее удобно, если у нас просто будет ретвитнута, была ссылка PHP, и вы все увидите. Хорошо, мой ретвит. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.